Всем привет, я Алексей, и это такой внезапный выпуск. Я что-то немножечко подзадержался, у меня монтируется несколько роликов. И, соответственно, хотелось бы... Что-то я... Вы скажешь что-нибудь? Нет? Хотелось бы, собственно, сделать небольшие анонсы, ответить на комментарии Дмитрия Tactical плюс Дмитрия Зайцева и, соответственно, чуть-чуть информации дать. Во-первых, значит, ролики сейчас готовятся. Много, я надеюсь, интересных. Судя по тому, как зашли педали, я буду развивать дальше велосипеды. Объявление первое. Значит, канал, который вот сейчас, вы подписаны, смотрите это видео, это Outdoor Time основной. Он будет о велосипедах. Там будут появляться спонсорские ролики, но не спонсорские ролики, которые касаются туризму. Например, сейчас большой обзор рюкзаков будет. Это будет выходить на втором канале, куда я плавно переношу все ролики, не связанные с велосипедами и со спонсорами. Они, или когда уже договор срок годности, срок действия договора уже закончился, там я обещал, там, допустим, три года. Вот я эти ролики перенес уже на второй канал. Ссылочки есть в описании под каждым видео из новых. Соответственно, переходите, подписывайтесь, если интересно. Там будет туризм. То есть, если у меня, например, будет пеший поход, то видео по нему будет там. Здесь остаются велосипеды и спонсорские ролики. Причем через год спонсорские тоже переедут на тот канал. Соответственно, почему я сейчас сижу в наушниках, потому что это спонсорский грант. Офигенные наушники. Мне очень понравились, но в определенных моментах. То есть, у них есть, конечно, недостаток. Ссылочка на них есть в описании. Но в целом, я прям тащусь. Я больше 10 лет не пользовался наушниками. А сейчас они у меня каждый день. Они реально крутые. Поэтому не стесняйтесь. Переходите по ссылочке. Поддержите меня. Следующий момент. Это значит, этим летом у меня планируется два велопохода. Это значит, конец июля. Начало августа. Велопоход из Майкопа в Дагомыс. Через горы к морю. То есть, это повторение того нашего первого похода. Мы не планируем находиться долго в заповеднике. Потому что мы едем... Ну, то есть, я это организую ради знакомого. Который очень хочет все это проехать. И он не может долго. У него, по-моему, 4 или 5 дней выходных будет. Поэтому мы, соответственно, может даже на шаттле добрасываемся до плато КПП Лаганаки. Там едем до Фишта. Восходим на Фишт. Может быть, на Аштен. По погоде и ситуации смотрим. И сваливаем вниз до Гомыс. Хочется это сделать на велосипедах. Потому что вначале, конечно, до приюта Фишт там будет довольно грустненько. Зато те, кто был на Лаганаки, знают. Валить с Лаганаки прям вот офигительно. Прямо с лохаул все дела. Ты пролетаешь. И кайф. И быстро. То есть, очень удобно. Поэтому, если у кого есть желание, имейте в виду точные даты. Определюсь буквально там вот через месяц, может быть. Ну, до мая в любом случае. Поэтому, либо если кто-то прям готов поехать, пишите мне в личку ВКонтакте. Мы договоримся. Я создам группу. И там уже будут точные даты. Мы как бы все это провернем. Съездим. Потусим. Пообщаемся. Это первый велопоход. Второй велопоход будет под Москвой. Я еще не решил, где. Это точно будет велопоход с ребенком. Километраж будет небольшой. Я еще не думал над маршрутом. Это, возможно, будет ПВД. Вот. Но, как бы, типа велопоходик с ребенком. Те, кто хочет, тоже может присоединиться. Это будет лето. Там я еще тоже пока не знаю. Но, в любом случае, это после середины июня будет, когда уже потеплеет. Если не потеплеет раньше, конечно. Ну, в общем, это как бы будет общее мероприятие. Я отдельно еще этот велопоход с ребенком точно анонсирую. И еще, конечно, гонка в Питере. И если повезет, то авантюр. Хотя авантюр мне интересней. Возможно, скорее авантюр, не гонка в Питере. Кошка кайфует на солнышке. Вот. Ответ на комментарии Димы Тактикл. Типа, зачем я скрыл комментарии? Не комментарии. Зачем я скрыл количество подписчиков? Количество подписчиков я скрыл, потому что я посмотрел, как раз случайно попал на ролик Академика, где он говорил, типа, что надо скрыть количество подписчиков. И, типа, пусть по результатам видео оценивают они по количеству подписчиков на канале. Если честно, я не знаю, открыл он сейчас количество своих подписчиков или нет. Но мне понравилась идея, что, типа, ну, меня должны оценивать не по количеству подписчиков, а по активности на моих выходящих роликах. И я скрыл вот на этой волне количество подписчиков на всех своих каналах, по-моему. И, короче, как это ни парадоксально, рекламных запросов на рекламу у меня стало больше. Я не знаю, с чем это связано, но после того, как я скрыл, несмотря на то, что у меня в целом по последним 10 роликам статистика отвратительная, количество запросов на рекламу и рекламных интеграций у меня увеличилось. Поэтому некоторые рекламные интеграции, как в случае с этими наушниками, я взял, потому что мне это интересно, я постараюсь сделать креативно и так, чтобы вы поняли действительно все плюсы и минусы. Потому что я отказался вообще от рекламы того, что мне неинтересно. Я рекламировать буду теперь только то, что интересно мне. И, соответственно, так, как это мне интересно. И не буду ориентироваться на то, чтобы заработать деньги и так далее, потому что сейчас я понял, что я пошел по неправильному пути в развитии канала и начал делать то, что мне неинтересно, и потихоньку канал начал стагнировать. Я сейчас плавно вернусь к тому, что начну делать видео только о том, что интересно мне и так, как это интересно мне. Если кому-то это не понравится, ну, к сожалению, я не вижу смысла ради своего хобби жертвовать чем-то то, что мне нравится. Скажем так, пусть я на этом ничего не зарабатываю, не будет просмотров, но я буду делать ролики так, как это хотелось бы видеть мне. И, собственно говоря, если вы посмотрите два последних ролика, не считая этот на канале, обзор это Армитека. Кстати, посмотрите, фонарик классный, это спонсор. Спонсор помогает мне организовать все эти поездки, поэтому просто гляньте ролик, мне приятно, вам не сложно и мне полезно для статистики. Вот, Армитек и педали. Вот я их еще сейчас чуть-чуть доработаю и буду делать ролики, вот, наверное, в подобных форматах, потому что мне их приятно смотреть, мне это интересно. В конце концов, если у тебя до этого не получалось так, как ты делал, старался делать, чтобы это было для других, надо иногда делать для себя. Немножко пространно, наверное, получилось. Вот, в мае я еду в пещеры, там будет серьезная следовательская экспедиция, в Абхазии, я думаю, что, наверное, ролик тоже будет, но, скорее всего, уже на втором канале как раз, потому что ролик не спонсорский и там будет вот спелео и все остальное должно быть там. Хотя, если прям огонь получится, может и на этом канале выйдет. Напишите в комментариях, интересно вам было бы смотреть не велосипедное на этом канале. Ну и, конечно, ребят, даже если вы понимаете, что, ну, как бы спонсорский обзор, да, что вот мне предоставили этот товар и так далее, посмотрите его, если вам несложно. Мне по статистике приятно, вам как бы особо не обломает, а спонсоры будут давать больше, соответственно, я смогу иметь возможность делать ролики на какие-то более сложные, интересные темы. Например, может быть, приобрести велосипед с коробкой пиньон и попробовать, что это такое. Пока нет ни финансов, ну, как бы финансы, конечно, это основное, коробка эта безумно дорогая, все остальное это я могу с ССР велосипеда скинуть. В общем, тем много, желаний поснимать и все такое клевенькое есть, возможности пока не очень. Поэтому поддержите лайком, поддержите комментарием. И до новых встреч, скоро должны быть новые ролики. Я Алексей, спасибо за внимание. Увидимся. Спасибо, что досмотрели. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok